По многочисленным просьбам тех, кто читал разнообразные наши посты, слушал ролики о ДФС, еще одно небольшое высказывание. Потому что я так много и с таким удовольствием рассказываю всем про ДФС, Ева из ДФС, ДФС это то, ДФС это это. Я так вдохновлена этим, я так знаю, какая-то хорошая штука. И потом вдруг бах, как холодный дождь меня спрашивает. Так очень хорошо, Ева Израильна, прекрасно говорите, так что ж такое ДФС. Давайте я попробую куртка по делу. Для тех, кто собирается все-таки прийти на занятие, которое мы объявили, о том, что есть, открывается в ближайшее время два курса, один базовый, а один курс по языку состояния серьезный, глубокий и продолжительный, ответить. Так что же это такое для ДФС, для тех, кто собирается прийти? Начну с того, что самое серьезное это большой курс по языку состояния. Дело в том, что много лет практики показала такую вещь. Какой бы хороший у вас не был инструктор, как много серьезно вы бы не осваивали базовый курс, какие бы хорошие результаты у вас не получились в результате базового курса, затык, остановка чаще всего случается при переходе в углубление в язык состояния. Что же это такое? Дело в том, что я искренне всегда говорю своим клиентам, тем, кто приходит на начальный курс, что язык состояния мы в начальном курсе базовым только знакомимся. А почему? Просто потому, что язык. Перенесите его на все знания о языке. Какой язык можно выучить за неделю, за два, даже за три месяца? Ну, можно что-то там, вот это что-то, и можно, как говорят в таких случаях, спросить-то я спрошу, понять бы, что ответил. Если вы действительно хотите выучить язык, вы понимаете, что это длинное, кропотливое, иногда скучное, полное зубрежки и тренировок, занятие. Зато потом, те из вас, кто прошли это и выучили какой-нибудь язык, знают, как чувствуешь себя прекрасно, когда ты можешь общаться на еще одном языке, и мир раскрывается новыми красками. Точно то же самое происходит с языком состояния, потому что, если вы его не знаете, вы живете в узком диапазоне своей доминанты. Вы слышите только то, что давно вам слышат, отродясь, и чуть-чуть рядом. Вы живете в этом звучании, вы выбираете эту знакомую вибрацию, и она отзывается вам, и чуть-чуть что-то рядом. А весь диапазон вы оказываетесь в состоянии человека, которого никогда не учили слушать классическую музыку. Пожалуй, звучание пространства и ваше собственное звучание – это всегда ближе всего к классической музыке. Ведь ее слушать тоже надо учиться, причем желательно с детства. Начиная с простых мелодий, усложняя, находя содержание, резонируя, будучи в состоянии сопережить и делая шаг за шагом в расширении диапазона восприятия. Вот здесь очень близкое состояние диапазона восприятия, звучания мира и классической музыки. И я должна вас, может быть, огорчить, что даже самая прекрасная, самая сложная, самая необыкновенная классическая мелодия, полифоническая в своей сложности, вершина ее, Иоганн Себастьян Бах, все равно уже в своем диапазоне, чем полифоническое, безграничное и ограниченное только вашей способностью услышать звучание мира. Собственно, поэтому язык состояний мы будем изучать не спеша, вслушиваясь, вчувствуясь, постепенно трансформируя себя из балалайки как минимум в орган. Субтитры создавал DimaTorzok